Дорогие ученики и друзья со всего мира, я знаю, что у многих из вас был удивительный опыт сегодня. И это то, что все вы должны помнить, что в медитации глубина имеет первостепенное значение. Каждый день медитация должна быть глубже, чем в предыдущие дни. Тогда вы быстро достигнете Бога. Но пока ваш ум не привыкнет к интенсивности медитации, он не будет ценить длительные медитации. Я надеюсь, что это будет примером для вашего ума. Всегда, когда вы можете, четыре раза в месяц или даже один раз в месяц, если вы можете выделить еще несколько часов и интенсивно медитировать, тогда вы ощутите себя ближе к Христу, Богу и мастерам, чем когда-либо. Идите глубже. Сказано, углубляйтесь в этот путь. Простые маленькие молитвы не дадут вам интенсивного присутствия Бога и интенсивности Его блаженства. Если вас заставят оставаться бодрствующими в течение месяца, а затем неожиданно позволят поспать, тогда та радость, которую вы ощутите при приближении сна, умножьте ее в тысячи миллионов раз. В тысячи миллионов раз коктейль глубочайшего сна уступает вечно новому прикосновению, радости, экстаза. И пока вы не почувствовали этого экстаза, не становитесь удовлетворенными. Но не поддавайтесь настроениям. Результаты достигаются, когда забываешь про результаты, продолжая работать для них. И единственный способ, так же, как вы не прилагаете никаких усилий, чтобы уснуть, почему так? Вы научились засыпать. Вы идете в кровать, погружаете тело в подсознание и засыпаете. И чувствуете эту радость. Без этой подсознательной радости дальнейшее существование было бы невозможно. Дневные проблемы, когда приходится действовать словно моторы, мы не смогли бы обновиться, если бы Бог не заставлял нас отбросить наши физические тела и забывать свое «Я», наслаждаясь радостью сна. Вы думаете, что сон – это отдых? Нет. Сон напоминает то, что находится выше состояния сна, состояния души. Ваша душа, как совершенное отражение Бога, помнит все воплощения, через которые вы проходили. Но ваша душа становится физическим эго во время бодрствования, когда вы считаете себя телом, и что у вас есть должность и имя. И эта составляющая не помнит. Но душа помнит множество рождений эго как смертного существа. Так что доберитесь до души. Доберитесь до уровня высшего подсознания. В этом цель крия-йоги. Каждый день по чуть-чуть читайте наставления и медитируйте. Медитация – это практика присутствия Бога. Крия-йога – это высочайшая практика присутствия Бога. Того, как душа нисходит в тело, и как можно вернуть ее обратно в позвоночник и мозг, поднять над ограничениями и тюрьмой тела в просторе бесконечности. И это то, что вы стараетесь делать. Ваш ум сосредоточен на периферии тела. Вам нравится видеть приятное, чувствовать, пробовать, прикасаться. И таким образом вы оказываетесь заперти. Ваше сознание заперто, но вы должны раскрыть его. Оттянуть его оттуда. И постепенно поднять его над тождествлением с мышцами и поместить в позвоночник. Это то, что делает крия-йога. Позвоночник и мозг – алтарь Бога. Это то, откуда божественное электричество нисходит в нервную систему и в окружающий мир. И прожектора ваших чувств повернуты вовне, во внешний мир. Это то, почему вы любите чувства. Но когда вы перенаправляете прожектора чувств через крия-йогу и концентрируетесь в позвоночнике, тогда вы узрите Мекку. Тысячи миллионов солнц не могут описать свет моего отца. Это не яркий свет, но свет, мягкий, спокойно распространяющийся по всему миру. В этом свете, в мерцании этого света, вы узрите всю Вселенную, как в зеркале. Вот почему ни в коем случае нельзя быть рабом чувств. Ни в коем случае нельзя обманываться чувствами. Все чувства даны вам, чтобы вы смогли стать их хозяином. Искушения даются вам не для того, чтобы вас уничтожить, но чтобы увеличить вашу силу. Если вы никогда не сражаетесь с тем, кто сильнее вас, вы не приобретете силы. Борец всегда борется с более сильным борцом. Так же с чувствами. Вы думаете, что они сильнее, но вы сильнее. И если вы будете сражаться с ними, то станете сильнее. Если подадитесь им, то станете слабее и опуститесь ниже. И все ваше счастье уйдет. Бог преднамеренно дал вам сексуальное влечение и другие чувства не для того, чтобы уничтожить вас, но чтобы развить вашу силу, развить бессмертную силу внутри вас, чтобы вы могли распознать божественную силу, безграничной сферы духа, лежащей за вашим маленьким, пульсирующим сердцем. Итак, углубляйтесь в это. Такова цель. Зачем? Оставляйте это только на рождественские дни. Время от времени углубляйтесь в медитацию. Очень интенсивно. Вместо того, чтобы пойти в кино или включить величайшего домашнего вредителя, телевизор, изредка это нормально, но держитесь подальше от слишком частого просмотра телевизора и радио. Концентрируйтесь. Спрячьте себя от людей. Идите в свою комнату. Притворитесь, что вы пошли отдыхать. Но вместо того, чтобы засыпать и идти в подсознание, поднимитесь над этим. Это то, где находится великий Бог. Каждую ночь. Он отбрасывает всю Вселенную. И она теряется для ваших мыслей. Узрите всю Вселенную, остающуюся на небольшом фрагменте моих мыслей. Отмахнитесь от этих мыслей, и вся Вселенная исчезнет. Вселенная – это сон Бога, и это то, почему ночью она исчезает. Но вы чувствуете себя таким счастливым и снова становитесь готовыми для этого сна, чтобы снова быть побитым миром. Лишения, растущие издержки, налогообложения, проблемы, внезапные смерти. Миллионы людей погибают от несчастных случаев. Что забавного в этом мире? Одни проблемы. Бог не хочет, чтобы вы смешивались с Его миром. Он создал этот мир, чтобы обнаружить того, кто любит Его, а не Его мир. Это то, почему Кришна в Хагаладгите говорит, «Выбирайся, Арджуна, из океана страданий, смерти и несчастья». И зачем Бог устраивает испытания? Как я рассказывал, сестра освободилась после 20 лет страданий. Если вы достигнете бесконечного счастья, почему бы не пройти через это? Бог держит вас. На этом колесе рождений и перерождений. И вы не должны умирать с незаконченной симфонией своей жизни. Если вы покинете тело и вознесетесь с мирскими желаниями, вы не сможете остаться там и должны будете вернуться сюда, чтобы исполнить эти желания. Если у вас есть незаконченное желание о клубничном пирожном, тогда вы должны будете снова вернуться и жить в Америке. Если вы не закончили свои желания Аккари, вы должны будете снова родиться в Индии. Но завершите свои желания. Это жизнь испытания. Как Христос сказал, что обычные люди ищут мирского, но те, кто мудры, ищут Царствие Божьего, потому что там ваше счастье, там полнота исполнения желаний всех инкарнаций. Это то, почему вы должны научиться медитировать, стать духовными алкоголиками. Когда вы будете настолько пьяны этой радостью, вы будете способны совершать все остальные обязанности в миру и все же не смешиваться с этим миром. Итак, вы должны практиковать присутствие Бога, и крия-йога – это одно из величайших доказательств существования Бога. Практикуйте крию. Практикуйте крию. И вы не будете страдать от смены настроений. Вы любите экспериментировать со множеством вещей. Почему бы вам не поэкспериментировать с собой и крия-йогой? Успокоившись, сконцентрируйте свой ум в позвоночнике, и там вы отыщите, как один человек написал мне. Я неожиданно понял, что моя духа не исчезла, и я поместил себя в позвоночник, обозревая великое всемогущество, вечную новую радость Бога. Бог – это вечно новая радость. В зеркале его сферы он обретает мерцание вселенной. Итак, помните о цели этого великого послания? Мы начали великое движение. Я пришел исполнить особое предназначение – сделать интерпретацию священных писаний и дать крия-йогу, ключи к небесам. Это ключи святого Петра от рая. Вы можете использовать их самостоятельно, с помощью гуру, но посещайте регулярно наши церкви. Пересматривайте наставления каждый день. Сами по себе вы не сможете этого достичь. Древесный уголь не становится красным сам по себе. Но тогда, когда в него входит огонь, весь он становится красным и сияющим. Через огонь техник самореализации и контакт с гуру, через учение и практику учения, вы укрепите эту связь сильнее, чем просто посещая гуру. Ведь он занят делами ради вас. Он занимается делами с Богом. Йога означает объединение, научный метод достижения единства с Богом, что вы и получаете. Отбросьте свое тело в сверхсознании. Это все, что я делаю. Я делаю несколько кри, отбрасываю сознание тела, и мое тело исчезает. И я становлюсь бесконечным блаженством. Блаженством, которое превосходит любое его описание. И вы все пришли из него. Пойти туда не является привилегией Христа и нескольких мастеров. Все волны, будь то маленькие или большие, волны, играющие со штормами, по сути своей являются тем же океаном. Помните, неважно, какие у вас проблемы, Бог с вами, за вами, ищите Его. Помогите Ему вытянуть вас и сделать вас такими, как Он. И это то, что вы можете сделать с помощью кри-йоги. Изучайте наставления. Примите наставления и изучайте их понемногу, каждый день, хотя бы понемногу, где бы вы их не открыли. Так вы обнаружите то, что будет вести вас к Богу. И практикуйте кри-йогу. Если у вас мало времени, сделайте два-три раза. Чтобы стать Примадонной, вы не можете тренироваться всего по несколько минут в день. Вы должны сохранять направленность ума на песни и тренироваться петь. Тогда через несколько лет вы ей станете. И здесь так же. Если вы будете следовать самореализации до конца жизни, что такое жизнь? Много жизней, что вы потратили. Вы не знаете их. Я знаю многие ваши жизни. И многие из вас приходили вместе со мной. И я посвящу букет душ Христу и учителям, гуру и Богу. Это то, почему я пришел. И это то, чем я занимаюсь. Сейчас я с вами полнее. Живая линия связи с мастерами. Следуйте ей. И крия – это ключ от небесных дверей. И знание, что мастера существуют, и есть Христос, и что Бог существует. Зачем продолжать терять время? Интенсивность, которой вы обучаетесь длительной медитацией, даст вам величайшее доказательство существования Бога. Почему вам не постараться? Вам придется постараться, но оставить нетерпение. Скачки с одного на другое ни к чему не приведут. Занимайтесь как следует. Самореализация доставит вас на небеса, чтобы представить вас Богу. И гуру будут ожидать вас там. И эти врата – смерть. До самой смерти вы должны быть преданным и истинным. И углубляться, и тогда они вас примут. И даже будучи еще живыми, вы почувствуете их. Углубляйте вашу практику, и больше практикуйте крия-йогу. Но не спешите в этой практике. Практикуйте медленно, пока дыхание не станет умом. Пока вы спите, вы не осознаете своего дыхания, потому что как только вы начнете осознавать его, вы вернетесь в сознательный мир. И крия-йога остановит ваше дыхание, и вы почувствуете себя такими счастливыми, опьяненными состоянием бездыханности. И так вы прыгнете в сверхсознание, и там испьете коктейли с тысяч миллионов порций радости сна, радость Божественного Отца, из которой вы пришли. Вы появились из этого океана. Со штормами подсознания и сознания вы играли в желание и чувствовали разочарование. Не старайтесь изменить этот мир, кроме как меняя себя. Этот мир периодически проходит такую стадию существования. И не пытайтесь разобраться в этом. Идите назад к Источнику. Когда вы обретете Бога, из Его уст вы все поймете. Поймете, что все это шоу, и шоу должно быть разнообразным. Но не смешивайтесь с этим шоу, ибо у него не будет конца. Для тех, кому посчастливилось жить на горе Маунт-Вашингтон, в Инсинитос, служа людям, это ваше величайшее привилегие. Используйте все свое свободное время, чтобы побыть в сознании Бога, и пока вы работаете, думайте о Боге. Это также является медитацией. Если вы живете в миру, то полностью следуйте учению самореализации. Это одна из величайших истин, которая когда-либо была послана на землю. Пока люди занимаются музыкой и песнями, Христос немного радуется. Но когда вы чувствуете Его внутри, тогда Он ваш. И Бог будет вашим вечно и навечно. Таково мое послание. И это то, почему я здесь работаю. Я оставил все деньги, все оставил. Почему так? Потому что у меня все есть. У меня есть Бог. Как вы есть. И я стараюсь дать вам величайшее во всей Вселенной. Бога. Если бы я был с вами, льстя вам, давая чуть-чуть счастья, маленькие подбадривания психологических толчков, это была бы временная помощь. Но я дал вам крия-йогу. И в августе будет еще одно собрание. Приходите со своими друзьями. Эти дни будут посвящены практике крия-йоги. И тогда вы узнаете, кто вы есть на самом деле. Вы не человеческие существа. Вы волны на поверхности океана блаженства, космической сферы блаженства. Лучи космического света. Волны блаженства космического океана. Вы никогда не должны говорить «Я Бог». Вы должны говорить «Это океан Бога и океан радости, ставший маленьким телом». Возвращайтесь с него. Не играйте со штормом желаний, иначе вы будете снесены и разбиты. Этому не будет конца. Возвращайтесь в океан радости и интенсивно медитируйте. Так часто, как это только возможно, избегайте людей и практикуйте медитацию. Тогда вы приблизитесь к Христу и Богу. Получите мое смиренное и глубочайшее и сильное желание и блаженство, благословение на то, чтобы у вас была готовность, чтобы кристаллизировать ее в действие и действие в привычке. Тогда вы автоматически станете духовными алкоголиками, пьющими с Богом, как в День Пятидесятницы ученики Христа пили новое вино Бога. И затем, в таком состоянии, идите в мир. Вы будете видеть мир как забаву, как фильм. Без сомнений, мир ужасен. Когда вы смешиваетесь с этим фильмом, он ужасен. Полный преступлений, неприятностей и голода. Когда вы играете в этом фильме с Богом, стоящим за вами, он становится забавным и радостным. Все, кто воспринял великое значение этого события, должны с сегодняшнего дня стать носителями этого ценного опыта. Мы открыли в Америке поклонение бесформенному Христу. Когда вы пели, я был с вами. И пока я говорю отсюда, в моей комнате, вы со мной. Нет ни времени, ни дистанции и пространства. Так же, как пространство между мной и вами связано проводами, весь космос пронизан присутствием Бога. И в этом путь к Его обретению. Мы оказались в теле и были заточены в Него, как я ранее говорил, с чувством обладания и сознанием тела. И мы должны освободить себя из сознания обладания, сознания тела, из состояния бодрствования, подсознания. Затем мы должны идти в сверхсознание. Это кажется трудным, но нет. Вы каждый день делаете так. Вы существуете в двух плоскостях. Днем вы существуете как человеческие существа, а ночью как образ Бога. Там вы спите в пространстве радости и счастья. Вы не бессознательны во сне, ведь вы знаете, как вы спали. Проснувшись, вы знаете, как вы спали. Пока вы бодрствуете, вы находитесь под влиянием божественного сна. От этого сна очень трудно освободиться, но в ночное время этот сон стирается из вашего сознания. Вы становитесь образом Бога. Спите в пространстве. Спите счастливо. Спите сознательно. Там, где ваше эго, ваша радость, ваше присутствие, все слито в одно. Я часто говорю, что в дневное время вы становитесь человеческими существами. В ночное время вы становитесь Богом, Богом радости. Если бы только в дневное время вы могли по собственной воле чувствовать эту радость и быть связанными с пространством в виде сущности, вы были бы Богом все время. Вы были бы Богом все время. Во время бодрствования большинство людей играют роли смертных существ, полных борьбы, проблем, перемен, настроений и неприятностей. Другие играют роли дьявола и зла. Ночью же вы становитесь Богом. Самореализация пришла со мной по специальному поручению Бога показать вам, что истинное христианство было потеряно и забыто. И что древнее учение Индии было потеряно и забыто. Они должны быть возрождены как единый путь в бесконечность. Как дух спустился в тело и стал заточенным в форме эго с чувством обладания и как вернуть сознание от состояния обладания обратно от чувств тела и от искушений отравленного меда удовольствий попробовать амброзию подсознания и еще более великую амброзию что лежит выше подсознания в сверхсознании куда вы можете пойти благодаря техникам самореализации крия-йоги и глубокой молитве. Дорогие, проанализируйте состояние сна а затем представляйте себя в состоянии над сном возьмите тысячи коктейлей сна что вы попробовали и все же вы не сможете этим выразить состояние внутреннего блаженства такое внутреннее присутствие Бога лежит в сверхсознании прямо над подсознанием если вы можете отбрасывать свое тело по ночам и внезапно превращаться в пространство радости почему вы не можете подняться над этим слоем и стать бесконечностью я говорю с вами по проводам для радио провод не нужен радио связывает пространство и Бог всегда пронизывает пространство вместе с вашей душой современная наука все более и более подтверждает это телевидение радио показывают как связать пространство и вырезать из эфира голоса людей и образы людей крия-йога и самореализация предназначены чтобы поднять вас еще выше в сверхсознание чтобы вы могли увидеть образы святых и слышать голос Бога голос Ом голос Святого Духа голос космической вибрации который явлен как свет сокрытый за эфиром сверхэфире и это то где находятся семена счастья это то откуда мы спустились в эти земли сна не существует ни земли ни вселенной Богу снится сон мы часть сна но он дал нам чувство реальности этого сна поэтому мы страдаем мы должны оставить эгоистичность как только вы почувствуете что вы часть этого сна что он играет через вас тогда вы сами перестанете играть и станете свободными это легко представить каждую ночь думаете о состоянии сна и вы узнаете что сотворены по образу Бога вы читаете это в Библии каждый день вы слышали как люди говорили что вы сделаны по образу Бога но когда вы смотрите на свое лицо в зеркале то видите не образ Бога но образ беспокойства образ сна и ночного кошмара отпечатавшегося на вашем лице но стараетесь снова и снова сымитировать состояние во сне и сознательно в нем оставаться тогда вы прыгнете в земли сверхсознания где ваше тело растворится и вы войдете в сверхсознательную радость свет вибрацию которая освещает всю Вселенную отраженную в нем вы можете отогнать эту тень сна в этом вселенском зеркале и остаться в этой вечной радости где ни одна мысль вас не побеспокоит ни один звук не выйдет за пределы вашего молчания в этой вечной сфере где вы были сегодня эта сфера ваша потому что вы неосознанно пришли туда и думали что этот сон жизни является реальностью вот в чем проблема этот мир продолжит существовать подобным образом изменения будут следовать за изменениями история это всего лишь неправильное название этого это то что делает сон бога реальным вы должны познать внутри самих себя что нет ни времени ни пространства ни образа с этого бесконечного стенда вечности бог разбрасывает вокруг вас эти картинки снившиеся образы вселенной со всеми ее ужасами и всеми проблемами выбирайтесь из этого сна ночного кошмара жизни лучший мир от всех бомб страданий великую тишину великий свет великое звучание этой вечной вибрации божественное все защищающее присутствие присутствие вы оказываетесь там каждую ночь почему же вы думаете что не можете туда добраться я с вами вы слышите меня через этот эфир вы думаете что мы связываемся по проводам но нет мы связываемся через эфир если бы здесь было радио то не было бы проводов но что на самом деле позволяет нам связываться на отдаленных расстояниях это присутствие Бога все силы этого эфира свет электричество все это сон Бога различные проявления Бога это его сознание трансформировалось в эти силы это он тот кто обеспечивает связь со всей материей со всем сном без сознания спящего сон исчезает без сознания Бога вселенная исчезнет так что идите за все видимые проявления в этот великий дух сознания в котором нет снов и ночных кошмаров но есть чистота вечной радости вечно новая радость которая вам никогда не наскучит это ваша цель из радости вы пришли для радости вы живете в священной радости вы растворитесь из радости вы пришли для радости вы живете в священной радости вы растворитесь но раствориться не так то просто потому что вы создали множество желаний пока контактировали с этим вечно изменяющимся ночным кошмаром этой земли и вселенной Играть со снящимся штормом этой иллюзии ужасно Через сто лет все нынешнее население земного шара, за исключением очень немногих, исчезнет Когда вы думаете об изувеченных кучах костях, которые ранее назывались человеческими существами Куда все они уходят каждые сто лет, если все это не сон? Нет ни твердых веществ, ни жидкостей Все является энергией и атомами, атомы сознательны Атомы сотворены из жизнетронов Бога, а жизнетроны сделаны из мыслитронов Бога Итак, этот мир состоит не из плоти, подверженной боли Это иллюзия, когда снится сон, все кажется реальным Когда сон исчезает, все исчезает Поэтому помните, что все ужасное, что вы видите, это снящееся шоу Шоу должно продолжаться Если в этом шоу с утра до вечера будут летать ангелы, то оно перестанет быть реальным Вот почему Бог сделал этот сон ужасным, не для того, чтобы вы в нем застряли Но чтобы вы смогли выбраться отсюда высшие миры Из кабинки вечности вы можете смотреть продолжающееся шоу И вы больше не затронуты злом и добром, жизнью и смертью И из этой кабинки вы наблюдаете это ужасное шоу Все убийства и героев и злодеев Все они являются различными вибрациями света Но злодеи сотворены, чтобы вы полюбили героев И через героев вы перенаправили внимание на луч кинопроектора И от этого луча увидели, что все это не что иное, как фильм Но как осуществить это? Как к этому прийти? Как осознать это? Вы не можете это осознать постоянными посещениями города Постоянным прослушиванием радио Постоянно смотря телевизор Постоянно следуя за изменениями Ведь тогда вы становитесь частью этого фильма Вы должны сидеть в тишине Если вы войдете вовнутрь Вы станете пламенем Которому никакая боль не может повредить Никакой газ не может задушить Никакая вода не может утопить Никакой огонь не может сжечь Ведь вы сами огонь Радость, состоящая из воды, огня и газа Во сне вы получаете опыт соприкосновения с газом, светом, электричеством, со всем Но когда сон исчезает, все это исчезает Итак, вы можете обнаружить, что этот мир создан как сон Бога Это не ваш сон Вы не можете изменить его Ваша жизнь – это сон в этом сне Когда вы спите ночью И это является сном в этом космическом сне Ночью этот космический сон исчезает Когда вы в космическом сне Ночной сон исчезает Когда вы осознаете из этого вечного сознания Что Бог создал эту движущуюся картину сновидений Вы становитесь свободными И единственный способ достичь этого – регулярно медитировать И работать только для Бога, не для себя Вы должны уничтожить эго Это то, что сохраняет ваш образ проходящим через полные проблемы воплощения Просто говорите «Бог видит через меня сны, я не работаю» Тогда вы свободны от эго Помните историю, когда ученики Кришны, которые были на одном берегу реки Ямуна А Кришна был на другом берегу И Ямуна в это время развелась Лодки не было Ученики увидели великого Вьясу Великого ученика Кришны, автора Пхагавадгиты Он медитировал, они подождали и затем спросили его «Мастер Вьяса, как нам переправиться к Кришне?» Он сказал «Вы все время думаете о Кришне, что у вас есть с собой?» У них было немного сыра для Кришны, Кришна любил сыр И Вьяса сказал «Почему бы вам не дать мне немного сыра?» Ученики разозлились, но дали ему сыра И Вьяса съел почти три четверти сыра, а затем обратился к реке и сказал «О, река, если я ничего не ел, разделись и сделай проход» И река разделилась надвое А ученики не могли понять, каким образом, съев столько сыра, он сказал «Если я ничего не съел» И при этом река ему подчинилась Ученики прошли по проходу чудесным образом, созданному Вьясой Чудеса возможны, потому что все это сон Бога И когда вы едины с сознанием Бога, вы можете совершать любые изменения Когда ученики перешли на другую сторону реки и вода за ними снова соединилась Оказалось, что Кришна, который всегда бежал встречать учеников, глубоко спит Ученики его разбудили и собирались извиниться и рассказать, что случилось с большей частью сыра Но Кришна совершенно не хотел есть сыр И он сказал «Почему вы меня беспокоите?» И еще сказал «Я сегодня достаточно съел Преданный на другой стороне реки слишком хорошо покормил меня» Знаете, что когда Великий Вьясой сказал «О река Ямуна, если я ничего не съел, то разделись и сделай проход» Когда он ел, он отдавал всю еду Кришне В этом величайший урок Все, что вы делаете, отдавайте это Богу Хорошее и плохое Не старайтесь намеренно творить зло Но если оно к вам приходит в такой форме, отдавайте его Богу И вы неожиданно обнаружите, что вы выходите из своего сна И что вы более нечеловеческое существо Вы едины с сознанием сновидящего И чтобы достичь этого, есть два пути Делать для всех хорошее и каждый день медитировать И еще больше медитировать раз в неделю И когда бы у вас не появилось время Вы всегда можете найти время, если не занимаете себя просмотром телевизора и слушанием радио Вы можете собственной волей отбрасывать тело, идя в сфер сознания Когда вы ложитесь спать, ложитесь спать с Богом, сознательно Вы можете это делать, потому что там ваш дом Куда волна может деться? Она не будет вечно играть со штормами, она должна будет вернуться в океан Хорошие и плохие, все они притягиваются как маленькие, так и большие Просто маленькие волны находятся вблизи от поверхности океана То есть так проживают хорошую жизнь, сотрудничая не со штормом желаний, а с притяжением океана Бога Так вы будете с ним, все желания всех инкарнаций будут исполнены В этом драма, происходящая на земле Вы видите существующее сейчас, но ничто не было создано людьми Есть еда, есть чувство голода, и вы бы даже не смогли переварить пищу, если бы в этом не было Бога Если бы Бог не присутствовал, вы бы не могли меня слышать Итак, помните, радио, телевидение, жизнь Все подтверждает присутствие вечной гирлянды, соединяющей нас через эфир с душой наших душ Души, которых вы потеряли, не ушли Вы можете подумать о них и материализовать в любое время Нет ни прошлого, ни будущего Есть только вечное настоящее Божественного Живите в этом настоящем Погружайтесь в это настоящее И вы обнаружите в нем все Каждого, кого вы считали потерянным И напоследок я расскажу вам маленькую историю У меня было видение Я практиковал крио-йогу и неожиданно был перемещен в капитана корабля И я приказывал матросам стрелять по береговой батарее Однако сильный огонь из пушки повредил мой корабль И я всем сказал прыгать в воду Я также поплыл к берегу Один из врагов выстрелил в мое сердце И я мог чувствовать текущую кровь Я тонул Затем я подумал Хорошо, я могу остановить свое сердце Почему же тогда я плачу и думаю, что умираю? Я практиковал состояние смерти И потому я знаю, что это такое Нужно остановить сердце и идти выше Я есть, это вечная радость И все же Это приснившаяся смерть Которая, как я думал, никогда не произойдет Даже тогда я скорбил, что приходится оставлять тело пронзенной пулей Неожиданно Я начал дышать Я дышал Я обнаружил себя живым Я обнаружил себя сидящим в том же доме На 4 Горакпур Роуд в Калькутте Я сказал О, как здорово Я не мертв И как только я сказал это, мое дыхание словно что-то высосало из моего тела И я снова оказался находящимся при смерти на поле сражения И я подумал Все-таки я мертв Но я не был уверен Был ли я тем, кто сидел в медитации в Калькутте Или тем, кто находился на поле сражения И находясь в замешательстве Я увидел великий свет Я знал, что это свет Бога И я спросил этот свет Свет Космический отец Скажи мне Нахожусь ли я на поле сражения Или же сижу в медитации Практикуя Крио-йогу в Калькутте Он ответил Не то, не то Тебе снилось, что ты сидишь и медитируешь И тебе снилось, что ты умираешь Ты не являешься этими двумя снами Ты свет, создавший эти обманчивые сны И моя иллюзия испарилась И я стал этим великим светом Итак, вы должны помнить Даже когда вы видите героя на одной стороне И злодея на другой Они образованы из потока одного и того же света Добро и зло Все проистекает из одного и того же света И вы не должны бояться этого Вы должны сохранять внимание на героя На хороших проявлениях жизни Пока вы не соединитесь с самим лучом И тогда вы скажете Я завоевал добро и зло Сны жизни только сны Я един с этим вечным светом И это мое благословение В этот святой день Когда небесный отец Преподнося нам великий пример Христа Который обладал всеми силами в мире И все же он отказывался воспринимать свое тело Как нечто реальное И это то, почему он сказал Отец, прости им, ибо они не ведают, что творят Он достиг этого великого света Только маленькая иллюзия беспокоила его И как только он увидел, что все это сон Он сказал Отец, прости им, ибо они не ведут, что творят Они не знают, что делают в этом сне Они играют роли И даже если они уничтожат это мое приснившееся тело Это только роль И как только он сказал это Он стал единым с космическим светом Как мог он быть частью этого сна Как мог даже подумать о том, что распят Когда это было только сном Отца Такова новая жизнь, которую вы можете воспринять В ночное время вы все можете играть роль Христа И подвергаться распятию А утром, проснувшись, поймете Что с вами ничего не случилось И это то, что осознал Иисус Это то, что мы должны осознать Мы должны выбраться из дуальности этой снящейся жизни Это ужасный сон, его трудно забыть Но если вы практикуете Крия-йогу И каждый год участвуете в таких мероприятиях Пока вы живы И столько, сколько потребуется, не ожидая Рождества Но всегда, когда у вас есть время Создавайте свободное время Не тратьте время на бесполезные вещи Тех, кто продолжит существовать вместе со сном Ждут ужасные времена Бог сотворил этот сон, сделав его кошмаром Чтобы мы все могли убежать в его вечное присутствие Он не создал этот сон кошмаром, чтобы помучить нас Но чтобы мы все могли сбежать из него И это то, почему Кришна Фугадгити говорит Выбирайся из этого океана страданий и несчастей Выбирайся из моего океана страданий и несчастей Стань океаном света Океаном сна Океаном радости Океаном Ом Исполняйте техники Переместите свое сознание в позвоночник Живите в пространстве вечности Будьте духовными алкоголиками, опьяненными божественной радостью Какими были ученики Христа Они были подобны пьяницам, наполненным молодым вином Такова радость Святого Духа Иисус обещал послать утешителя Радость великой вибрации Самореализация пришла в эти земли не насмехаться над христианством Но чтобы реализовать это невыполненное обещание Дать опыт соприкосновения со Святым Духом С великой радостью То, что я говорю реально Я нахожусь в этом Святом Духе Я говорю из этой сферы, не из тела И вы также подтвердите то, что я сказал вам правду Если будете практиковать техники Зачем терять время? Зачем есть гнилой сыр, когда у вас есть самый лучший сыр? Зачем выбирать маленькие удовольствия Которые приводят вас к отравлению, перепадам настроения и страданию? Обладайте радостью постоянно И вы можете обладать ею Ничто не может забрать эту радость Ее не надо приобретать, эта радость уже ваша Если вы практикуете и стараетесь вспомнить, что вы сотворены по образу Бога И этот образ ваш Каждую ночь Бог напоминает вам в подсознании, что вы есть радость Спящая в пространстве Всегда сознательная Поднимитесь немного выше Погрузите свое тело в сверхсознание техниками кри-йоги Это мой вам величайший подарок Учитесь этому Пока вы не окажетесь там Пока вы не станете духовными алкоголиками Не удовлетворяйтесь маленькой медитацией И тогда вы узнаете, о чем я говорю Тогда вы узнаете, что Бог старается освободить всех из его сна Из тех реалий, которые он создал Так, как они мучают вас Он чувствует это Он хочет уничтожить свой сон И привести тех, кто его хочет, к вечному спасению Никто не может достичь этого по договоренности Вы должны поработать для этого Но вы не должны этого требовать Это здесь, вы должны вспомнить Это все И кри-йога величайшая истина По особому предназначению я пришел Чтобы явить вам священное писание Вы знаете, как по всем землям распространяется автобиография Будьте истинными христианами Такими, чтобы Христос родился в ваших сердцах Как великая божественная радость Тогда христианство будет реальным Именно это мы повсюду открываем Не празднуем Христа или хулим его имя выпивкой Поддельной радостью Но реальную радость Как вы чувствовали сегодня И напишите мне, дорогие Те, кто чувствовал этого бесформенного Христа Терезы и Томаса Аквиноса Которых я больше всего люблю Я видел Христа дважды сегодня Даже в форме Те, кто видел его в форме И те, кто чувствовали его бесформенное присутствие Напишите мне Я посодействую вам И не смотрите по сторонам Мое единственное желание Я ничего не прошу от вас Только чтобы вы вернули то, что я вернул То, что многие другие смогли вернуть Вошли в безопасность, которая является реальной безопасностью Выбирайтесь из этого ночного кошмара От него трудно освободиться Но каждую ночь он забирает вас В безопасный мир подсознания Идите в сверхсознание на один уровень выше И вы будете спасены навечно И вы не только сможете развеивать иллюзию тела по собственной воле Но вы также будете способны учить других тому Как забыть этот ночной кошмар И пребывать в этом высшем блаженстве И вы сотворены из этого блаженства Если вы закроете глаза, прислушаетесь Где вы тогда? В сфере вечности, где находится мой Отец И там Он зовет вас Это не тьма, за тьмой сияет этот великий свет И так вы сможете увидеть всю Вселенную, как тень сна Но не входите в тень Идите в этот свет В блаженство Святого Духа Святой вибрации В песню атомов В радость всех маленьких Жизнетронов и мыслитронов Которые вибрируют этой божественной радостью Идите выше в сверхсознание И вы там окажетесь И это мой вам рождественский подарок Не действуйте как человек Который только проснувшись снова идет в постель Действуйте как тот, что только проснувшись скакивает и утверждает Сон закончился, сновидения закончились Ночной кошмар закончился, я человек Я не был приснившимся злодеем Так и вы должны сказать Через Крия-йогу я пробуждаю вас В том, что вы более не мужчины и не женщины И вы будете продолжать бодрствовать через практику Крия-йоги Погружая свое тело в вечное блаженство Которое находится над подсознанием Так вы обретете себя Вы есть образ Бога Вы волна моря Вы не смертный грешник Это грех говорить, что вы грешник Вы волна моря И вы собираетесь объединиться с морем Вы луч космического пламени Я, маленький пузырек смеха Стал морем самой радости Читайте это в поэме Самадхи В книге Шепота из Вечности Снова и снова Выучите ее Я, маленький пузырек смеха Стал морем самой радости Повторяйте это снова и снова в своем уме Я, маленький пузырек смеха Стал морем самой радости Это мой вам рождественский подарок И я кланяюсь вам всем имеющим связь С моим отцом и Христом и великим Бабаджи Вахири Махасая, гуру Шриптишвара Ом, 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 ом Я, маленький пузырек смеха Продолжение следует...